И снова здравствуйте, это Укрлайф в Судмилой Немире, и мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала Тарковая Марка Етьман. Мы очень рады, что с нами на связи сегодня известный военный эксперт, профессор Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте, спасибо большое, что вы сегодня с нами. Добрый день, спасибо, что приглашаете. Спасибо. Юрий, ну давайте начнем, наверное, с того, что все-таки и Палата представителей, и Сенат окончательно проголосовали за помощь, и американцы, ну, по крайней мере, Райдер заявил об этом, спикер Пентагона заявил о том, что в течение недели Украина сможет получить оружие, и то, что ей так необходимо, и снаряды, и об артиллерии, тоже шла речь. Об Атакамс он ничего не сказал, но многие газеты стали писать о том, что и Атакамс, возможно, будут тоже переданы. Но уже вот больше, дальности километров на 300. И сейчас, наверное, ключевой вопрос заключается в том, насколько американское оружие успеет сейчас, чтобы каким-то образом, как можно скорее остановить, пусть медленное, но продвижение российских войск на Востоке. Вот как вы оцениваете, насколько быстро, и насколько это действительно может быстро, каким-то образом сказаться на ситуации на фронте? Мне кажется, что те сообщения, которые приходят вот в последний день, даже в последние часы, говорят о том, что в течение, ну, нескольких дней, может быть, к началу будущей недели, вооружение, которое планируется передать Украине, ну, первая порция этих вооружений будет уже в распоряжении вооруженных сил Украины. Ситуация такая, в Германии и Польше, как сообщает, ну, например, сообщил сегодня утром Ле Монде, это французская газета, очень известная, уже вооружение находится в эшелонах, которые стоят в Германии и в Польше. И, соответственно, как только президент Байден подпишет эти законы, и на основании этих законов будет подписан указ президента, он называется по-английски «execlity for», значит, тогда эшелоны пойдут в Украину. То, о чем говорили чиновники, высокопоставленные чиновники Министерства обороны Соединенных Штатов, и о чем писала западная пресса, и пишут, эти вооружения уже находятся в Европе. Точнее, я бы сказал так, они давно находятся в Европе, находятся на складах американской армии, ну, собственно, они и предназначены были изначально для американских войск, которые действуют в Европе, которые должны действовать в Европе, но оттуда из этих складов они сняты, ну, большая их часть, и, значит, предназначена для отправки в Украину. В общем, это появление на фронте этих вооружений, это вопрос дней, а не недель. Да, значит, о чем писали еще, значит, что планируется, планируются зенитные ракеты, планируются к передаче вот в первом пакете, который оценивает, стоимость которого оценивается в миллиард долларов, планируется, значит, передать снаряды, артиллерийские снаряды 155-го калибра, зенитные ракеты, БМП «Брэдли» и атакмсы большой дальности. Количество, естественно, не называется, но, тем не менее, вот общая сумма – миллиард долларов в качестве первого пакета помощи. Юрий, можно тогда такой большой вопрос, как сейчас выглядит с вашей точки зрения ситуация на фронте, насколько вот эта помощь, которая придет, кстати, помощь обещают и британцы, мы, может быть, тоже об этом еще поговорим, насколько эта помощь, которая придет, способна будет здесь и сейчас быстро повлиять на ситуацию на фронте, и сюда же сразу вопрос, если можно, вот то, что этой помощи не было, насколько оно серьезно, вот это обстоятельство серьезно повлияло на ситуацию на фронте? Ну, если бы помощи не было, то все то, что происходит на фронте, достаточно ясно говорит о том, что Украина могла бы потерять значительные территории в Донецкой области, ну, прежде всего, в Донецкой области, возможно, в Харьковской области, ну, можно предположить, что русским удалось бы выйти на рубеж реки Оскол, в Запорожской области, ну, я бы не исключал в случае, ну, если бы этой помощи не было, да, не исключал бы возможности выхода русских войск к Запорожью, ну, в течение летней кампании, это не в течение недель, а в течение, скажем, там, трех-четырех месяцев, значит, ну, в общем, к концу лета могла бы быть вот такая достаточно печальная картина, хотя, ну, так, я бы не сказал, что это было бы поражение Украины, нет, то есть, поражение, я имею в виду, проигрыш войны, нет, но это было бы серьезное поражение, слов нет. Что касается того, насколько помощь может изменить ситуацию, ну, я думаю, что, ну, естественно, может, потому что один из главных факторов вот такого медленного ползучего продвижения русских войск в Донецкой области, ну, прежде всего, в Донецкой области, это движение на Покровск, Курахово, из-под Авдеевки, из-под Маринки, и движение на Часов-Яр, значит, из-под Бахмута, ну, в значительной мере, один из главных факторов вот таких успехов русских, это, конечно, крайний дефицит артиллерийских снарядов, ну, об этом много очень говорят, это действительно так, тут нечего добавить к этому, если нет снарядов, если количество снарядов, которые может использовать одна страна в 10 раз меньше, чем другая, ну, результат понятен. Юрий, я обязательно хочу вернуться снова к летнему наступлению, и не только потому, что газета «Сан», по-разному можно относиться к изданию «Сан», да, но, тем не менее, снова подогрела интересы и снова сказала о каком-то большом российском наступлении, включая и Харьков, и другие направления. Не только поэтому, потому что Кирилл Буданов сказал, что следующие месяцы будут очень тяжелыми, потому что Институт изучения войны написал, что российские войска, вероятно, активизируют текущие наступательные операции в ближайшие недели, чтобы использовать материальные ограничения украинских войск накануне прибытия помощи из США. Но если помощь прибудет в течение нескольких дней, означает ли это, что вот эти выводы можно считать неверными и можно по-другому к ним относиться? Или мы просто еще чего-то не знаем, о чем-то не догадываемся? Потому что одно дело, я понимаю, что все эти заявления, которые были сделаны, они были сделаны до того, как помощь была проголосована, но тем не менее. Видите, вооружение – это один из факторов успеха, неуспеха, значит, соотношения сил на фронте и так далее. Другой фактор – это, естественно, совершенно, это наличие людей, которые эти вооружения используют, как с русской стороны, так и со стороны Украины. Если говорить о России, то тот личный состав, который имеется в распоряжении русской армии, это примерно полмиллиона человек, 470 или около того, находятся на оккупированной территории Украины, и примерно там около 40 тысяч находятся в трех заграничных областях – Курской, Брянской и Белгородской. Так вот, для успеха, для того, чтобы рискнуть пойти на какое-то очень крупное массированное наступление, хватит этих войск у России или нет. Значит, нынешнее наступление показывает, что этих войск хватает на такое медленное продвижение, но как распространение такой раковой опухоли, медленное, но говорить о каких-то существенных принципиальных стратегических прорывах пока русские не могут, их нет, и, видимо, их и не может быть. Просто вот в силу соотношения сил, которое складывалось в условиях, замечу, дефицита, очень серьезного дефицита артиллерийских, ну, всего того, что приходит из Запада и приходит от Запада. Теперь говорить о возможности какого-то дополнительного наступления помимо Донецкой области, да, наверное, можно, как о вероятности. Ну, вот и в Украине говорят, я имею в виду некоторых очень квалифицированных экспертов, не аналитиков, близких к военным кругам, говорят об опасности наступления на Орехово. Ну, из-под Токмака на Орехово и дальше, ну, тут просто напрашивается, значит, выход куда-то к Запорожью. Это неприятная, это серьезная вещь. Если русские на это решатся силы, там есть у них следующее. Есть группа войск Днепр, насчитывающая, которая действует и в Херсонской области, и в западной части Запорожской. Ну, вот, скажем так, в районе Токмака и вот этого вклинения ВСУ в районе Работина-Вербова-Новопрокоповка. Вот эта группа войск Днепр насчитывает примерно 110-120 тысяч военнослужащих и соответствующее количество танков. Про танк и про вооружение тут сложно говорить. Числа меняются, значит, что-то перебрасывается из одного направления на другое. Ну, примерно можно понять, что если есть 100-тысячная группировка войск, это, значит, примерно 25 мотострелковых бригад в эквиваленте. Ну, мотострелковая бригада имеет обычно танковый батальон в 30 танков. Ну, вот можно посчитать, сколько там танков и всего остального. Но это в идеале, конечно, потому что реальная оснащенность может быть гораздо меньше, чем штатная. Ну, значит, вот это серьезная группировка, 100-тысячная группировка. Это очень серьезная. Ну, все зависит от того, какие силы и какие средства могут противопоставить вооруженные силы Украины этой группировке. А этого мы не знаем. Тут никто не знает. Во-первых, я просто не знаю, как, какими силами располагают реально вооруженные силы Украины. Да я думаю, что это мало кто знает в Украине. Хотя слухи, конечно, какие-то, наверное, ходят. Что касается Донецкой области, то там сосредоточена основная часть российских войск где-то, наверное. Ну, там, по крайней мере, три группы войск действуют. Юг под Бахмутом, центр. И центр – это вот в районе Донецка, в Деевка-Маренко. И, значит, восток – это угледар, на угледарском направлении. И то, что называется Времевский выступ. Вот три группировки войск. Значит, это основная часть российских сил в Украине. Ну, еще есть группа войск Запада. Это, значит, это Луганская, Харьковская области. Там они действуют по двум направлениям. Лиман и Купинск. Там насчитывается где-то примерно 80 тысяч человек. Это я просто цитирую телеграм-канал Константина Машовца. Это видный очень, на мой взгляд, один из наиболее компетентных военных аналитиков в Украине. Один из руководителей группы информационное сопротивление. Вот если кому-то хочется посмотреть на то, что происходит на фронте реально, ну, с русской стороны, значит, вот я очень рекомендую на этот канал заходить. Хотя он рассчитан, конечно, на профессионалов. Так сходу разобраться не так просто. Но, в общем, можно, конечно, чего особенно хитрого нет. Значит, вот этот канал показывает. И, кстати говоря, эти цифры, которые там называются, часто очень используются тем самым институтом исследования войн. Вот если посмотреть на ссылки, значит, на какие данные этот институт опирается. Вот он опирается очень часто на данные вот этого телеграм-канала. Что, в общем, свидетельствует о том, что этот, значит, господин Машавец, полковник, по-моему, Машавец, он, так сказать, международно признанный эксперт, на который ссылаются крупнейшие западные аналитические центры. Это хорошо для Украины, я считаю, на мой взгляд. Просто нужно понимать, откуда... Вот, вы знаете, когда мы говорим о цифрах каких-то, о каких-то событиях, о цифрах, всегда нужно, на мой взгляд, указывать источники, откуда это известно. Потому что можно найти массу всякого рода панических статей в последние месяцы в западной прессе, которые пишут обычно, вот, некий анонимный источник там-то и там-то, сказал кто-то, вот, анонимный источник – это обычно источник, не вызывающий особого доверия. Но бог с ними, с прессой. Так вот, значит, вот картина какая есть. Сто тысяч, ну, сто двадцать тысяч на этом запорожском направлении, примерно порядка, там, двухсот восьмидесяти, сто тысяч, трехсот тысяч – это войска русские, действующие в Донецкой области, и восемьдесят тысяч войска, действующие в Луганской, Харьковской областях. Вот если посмотреть на эти цифры, ну, понятно, что основной упор русские делают сейчас на Донецкую область, имея в виду, в общем, очевидную задачу совершенно – в ходе летней кампании выход на административные границы Донецкой области. А дальше, если им это удастся, ну, дальше тут прогнозировать очень трудно, если говорить о сугубо военной стороне дела, да, может возникнуть угроза уже движения в западном направлении, из-под Краматорска-Славянска, куда-то в сторону Днепро. Ну, это все теория, понимаете, теория, она суха, как известно. А в реалиях, в реалиях мы посмотрим, очень много зависит от того, какие резервы смогли создать вооруженные силы Украины. Потому что одна из задач военного командования, генерального штаба, вот в преддверии того, что можно предположительно ожидать наступления русских, ну, значит, нужно создавать стратегические резервы. А вот сколько их, где они находятся и так далее – это вопрос уже к генералу Сырскому, мы с вами это обсуждать не можем. Значит, ну, я повторяю, вот если действительно искать ответы на вопросы, а что будет летом, значит, нужно, прежде всего, понимать, какие стратегические резервы есть у вооруженных сил Украины, где, ну, если они есть, значит, они находятся где-то в центральной части страны. Видимо, это войска, которые тренируются, готовятся, значит, проходят боевую подготовку, боевое слаживание и прибытие вооружения, значит, вот поставки вооружений, они могут, соответственно, быть оснащены после тем оружием, которое приходит. Вот то, что можно сказать, а дальше можно гадать, но гадать не хочется. Юрий, вот на фоне тех, той поддержки, которую Америка окажет и оказывает уже сейчас Украине, Британия заявила о просто масштабной и беспрецедентной поддержке для Украины, и вот просто коротко, да, 400 единиц техники, 4 миллиона патронов, 60 лодок и так далее, можно идти, 1600 боевых ракет, ракет ПВО и так далее. Вот наверняка вы больше меня читали, сколько разные страны сейчас готовятся поставить оружие, что-то закупить, да, снаряды, как чешский президент и так далее. Там Германия ищет ПВО и не только. И в этом смысле вот вам, как опытному военному эксперту, как вам кажется, вот то, что сейчас происходит, означает ли это, что это перелом какой-то, который приведет к каким-то, ну, если хотите, системным изменениям? Или не факт, это просто решение вопроса здесь и сейчас? И по большому счету, вот чтобы перелом произошел, нужно еще достаточно много времени, и нужно там перевод, я не знаю, экономики европейских стран и, может быть, американских, на какой-то военный лат, о котором многие говорят, в частности, вот британцы заявили, что они будут переводить экономику на военный лат, и до 30-го года они, кстати, увеличат объем ВВП, который идет на оборонные расходы до 2,5%. Британия создаст агенцию оборонных, агентство оборонных инноваций, будет увеличивать количество производства снарядов и многое другое, да. В этом смысле, вот, повторюсь, да, кажется ли вам, что это какой-то такой системный перелом, или об этом еще говорить очень рано? Если говорить о Западе, то да, это определено, но это не перелом, нельзя сказать, что вот вчера было так, а сегодня уже нечто иное происходит. Это такой растянутый во времени процесс, который начался где-то еще года полтора тому назад, когда на Западе поняли две, осознали две, и прежде всего в Европе осознали две принципиально важных вещи. Россия – это угроза, до этого Россия угрозой не считалась, но я имею в виду военной угрозой. Россия – это угроза, раз, и второе, Европа к парированию этой угрозы сама не готова. Значит, вот когда это осознание произошло, ну, можно в качестве такого переломного момента называть саммит НАТО в Мадриде летом 22-го года, вот там уже, ну, решения уже были, приметы там решения показывали, что вот эти вещи осознаны, эти два момента осознаны. Но от осознания до практических дел, еще дистанция достаточно длинного размера, вот всегда в последние месяцы происходит уже реальная некая и подготовка вооруженных сил к тому, чтобы быть в большом, быть достаточно быстро и в необходимом количестве развернута на опасных направлениях. Это Балтийский регион прежде всего, ну, плюс Молдова, Румыния, вот этот, Приднестровье, вот этот угол. Это перевод, постепенное расширение военного производства. Нельзя сказать, что это перевод экономики на военные рельсы. Нет, это, ну, это расширение военного производства. Это создание новых производственных площадей, это закупка оборудования, это получение кредитов на выполнение заказов, которые поступают или могут поступить от правительства. Ну, самая Германия, Великобритания находится несколько впереди этого, не менее, так сказать, ну, более, так сказать, более хаотично, что ли, к этому двигается Германия, там по-разному как-то все. Там, во-первых, Германия, Германия уж наибольшим образом, пожалуй, разоружилась, ну, в кавычках, в период после крушения Советского Союза. Ну, вот, постепенно, значит, осознается все это, постепенно от слов переходит в дело. Значит, перелом, да, ну, вот этот вот процесс перелома, он имеет место. Теперь, второй, третий момент, который очень шокировал европейцев в последние недели, последние вот в этом году и в конце прошлого, это реальная возможность перспективы прихода к власти в Соединенных Штатах изоляционистской части республиканцев по главе с Трампом, и тогда возникал вопрос, а что делать в Европе, если Соединенные Штаты откажутся всерьез помогать выполнять свои обязательства по НАТО? Это было тоже как холодный душ, значит, вот, начали лихорадочно соображать, что делать. В том числе, один из моментов вот этого переосмысления, это понимание того, что можно оказывать большую помощь Украине, и я бы сказал не только, а может, и не столько из симпатии к жертве агрессии, но и поэтому тоже, а сколько, столько потому, что, в общем, Европа-то прекрасно понимает лучше, чем в Соединенных Штатах, что если Украина проиграет, ну, значит, тогда придется воевать самим, а к этому не готово, значит, нужно помогать Украине. Чем можем, чем можем. Что касается помощи Великобритании, да, это полмиллиарда фунтов стерлингов, это примерно 650 миллионов долларов, что-то вот примерно в таком, такой, около этого, это серьезный пакет, но в том числе говорят о возможной передаче, даже еще не поступивших на вооружение Великобритании лазерных систем ПРО или ПВО. Вот они вроде бы, кстати, уже находятся на последней стадии разработки, уже, значит, но, правда, еще не приняты на вооружение, но вот могут передать. По крайней мере, такие разговоры ходят. Вот вам картина. Значит, полностью заменить Соединенные Штаты Европа не может пока. Ну, вот в этой связи вот эти решения у американской, американцы в конце концов все-таки приняли эти решения. Ну, теперь основная, это ведь часть этих средств должна быть передана до конца 2024 года. Там по-разному есть разные программы, по-разному эти средства распределяются, но значительная часть должна быть передана до 31 декабря 2024 года. Просто потому что потом они будут, ну, вот так сформулирован закон. Это в пересчете на ежемесячные поставки, это, на мой взгляд, это больше, чем то, что ежемесячно американцы поставляли на протяжении первых двух лет войны. Ого! Ого! Это тогда меняет ситуацию. Ну, видите, что значит меняет ситуацию. Да, опять же, я вот, знаете, лучше, все-таки надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Такая формула. Значит, что, на мой взгляд, помощь позволит вооруженным силам Украины сдержать российское наступление летнее, будь то, значит, в Запорожье, будь то в Донецкой области, сдержать, перемолоть значительную часть российских войск, которые пытаются наступать. Но говорить, вот выдержать это наступление, избежать крупных потерь территории, о которых мы говорили, которые были бы вполне вероятны, если бы этой помощи не было. Значит, вот это, ну, перелом в каком смысле? Перелом вот тенденции, значит, снижение, снижение или устранение вот той угрозы, которая нависала над Украиной летом этого года. Теперь о выступлении Буданова. Очень интересное его интервью на BBC. там, ну, оно опубликовано, вообще говоря, на русском языке, так что, наверное, украинское тоже можно прочитать, если кто хочет. Очень интересное интервью. Там с личными его всякого рода ответами на вопросы уже личного характера. Но что важно, вот когда генерал Буданов говорил об опасности, которой сталкивается Украина в конце мая, начале июня, он имел, он в разговорах мелькала такая вот, такая, значит, нотка, что это связано не только с внешним фактором. Буданов, по-моему, в ответах на вопросы корреспондентки, в вопросе прозвучала такая некая операция «Майдан-3», которую готовят русские, и Буданов, да, в общем, он как-то помянул эту операцию, он сказал, что угроза имеется, угроза комплексная, и, соответственно, он ожидает, ну, если я вот, вот как я это понял, он ожидает неких, неких попыток дестабилизировать ситуацию внутри Украины, руками там той или иной агентуры, агентуры влияния, там, еще чего-то. Значит, вот это тоже очень важный момент, с моей точки зрения. Потому что «Майдан-3» – это не фронтовая операция, это не то, что происходит на фронте. Но вот, повторяю, тут нужно уже с карандашом в руках читать это интервью. Юрий, позвольте тогда немножко вернуться к оружию, да, и здесь вспомнить и «Таурус», и «Атакамс», и вот лазерные системы, о которых вы уже вспоминали, потому что сегодня вышла большая статья в «Нью-Йорк Таймс», она очень специфическая, о том, что Украина фактически стала таким полигоном для испытания, в хорошем смысле, ну, в хорошем смысле полигоном, потому что все современное оружие, которое так или иначе разрабатывалось, и Украина сама в этом заинтересована. Мы пытаемся использовать здесь, в Украине, и наши западные партнеры тоже периодически предоставляют нам такое оружие на испытания. И западные издания, в частности, американские, очень много пишут об этом, и вот сегодня большая статья о определенных технологиях, которые разрабатывались с американцами, разрабатываются сейчас, и совместно с Гуглом, и так далее, и помогают отслеживать, что происходит на линии фронта, и это описано в динамике. Я просто сейчас не буду опираться только на эту статью, а просто хотелось бы вспомнить то, что вы сейчас сказали о лазерных разработках, насколько это новая какая-то технология, насколько она может быть успешной. И потом уже, чтобы не перебивать вас, тоже хотелось бы узнать, почему Таурусы вдруг стали таким камнем преткновения. Ведь по большому счету Германия, ведь достаточно много помогает сейчас Украине, и много денег, если сравнить, то она достаточно много вкладывает в эту помощь. Ну и вот сразу о Такамс тоже хотелось бы вспомнить, потому что мы так долго ждали, когда же они наконец-то появятся, но я так понимаю, что это очень-таки достаточно дорогие, дорогостоящие ракеты, и насколько они способны здесь и сейчас поменять ситуацию. Как в свое время, там, Хаймерсы, да, мы связывали, по крайней мере, мы связывали с этим какой-то определенный перелом на фронте, ну или нам так казалось, вот. Но вот как сейчас это все будет происходить? Извините, что все в одно, но просто тут оно связано, мне кажется. Значит, любая война – это проверка и оружия, и проверка стратегических установок, тактических приемов и все такое прочее. Естественно, что Запад, НАТО, Соединенные Штаты – это вообще все страны, которые так или иначе помогают Украине, стоят на стороне Украины, они термин «использовать», ну так оно и есть, использовать эту ситуацию для того, чтобы понять, насколько НАТО имеет, прежде всего НАТО, насколько те или иные системы оружия эффективны. Одно дело испытывать на полигонах или испытывать во время учений, другое дело испытывать в реальных боевых условиях. Естественно, что-то оказывается хорошо работающим, что-то оказывается плохо работающим. Это первое. Второе. Еще более важное, чем испытание оружия, это испытание или проверка тактических приемов. Понимание того основано на понимании того, а какие сильные стороны или слабые стороны есть у противника. Ну вот не ожидалось, как я понимаю, и это было довольно, так сказать, шокирующим, что у русских есть эффективная система радиоэлектронной борьбы. Вот это было, в общем, каким-то таким, неким шоком для западных военных аналитиков. Но уже давно известно, пересмотрена роль танков, пересмотрена роль артиллерии, как главного оружия, как главного оружия уже будущих войн в Европе, если они будут. А вот артиллерия выходит на первый план. Танки, танковые, значит, вот такие большие армады, которые воевали во время Второй мировой войны, вот эта там битва под Прохоровкой и так далее, это уже... Вот сейчас оказывается, что танки гораздо менее важны, чем артиллерия. Некоторые такие вещи были... Они были далеко не очевидными, и думаю, что даже, ну не только думаю, но просто читая то, о чем пишут, в общем, стало понятно, что меняется роль тех или иных видов вооружений. Появились новые беспилотные системы, тоже новость, и теперь надо понимать, надо учиться и понимать, как ими пользоваться. Ну и масса других вещей. Ну вот на практике можно оценить, насколько эффективны, насколько боеспособны русские войска. Но это никто же этого не знал до этого. Все, значит, с одной стороны, многие считали, ну вообще было бы вообще принято, что это вторая армия мира, вот она таким железным катком пройдет по Украине, на самом деле ничего подобного. Потом, значит, начали, значит, вот этот маятник, а цена качнулся в другую сторону, ага, вот все-таки русские вообще ничего не могут. Вот это первая фаза, первое полугодие войны. А потом вот сейчас панические, много панических оценок, а оказывается, русские все могут, но это тоже неправильно. Значит, но война дает возможность оценить, что реально представляет собой потенциальный противник для Запада. А потенциальный противник – это Россия, понятно. Вот теперь, да, Украина – это испытательный полигон, но тут ничего не сделаешь, так оно и есть. А вот я просто куда-то пропал, вторая часть вашего вопроса. Я хотела бы поговорить немножко про «Таурусы», почему они стали каком-то повторения, и если можно, про «Атакамс», потому что мы так долго их ждали, но выглядит, повторюсь, что это очень дорогостоящая ракета, не знаю, ну, сколько их, на сколько мы можем рассчитывать, и если там мы получим 10 ракет «Таурус», изменить ли это ситуацию, пусть даже на 300 километров. Вот это же тоже интересные моменты, правда? – А теперь так, «Атакамсы». Дело не только в стоимости «Атакамсов», дело в том, что их не так много у Соединенных Штатов, наверное, где-то в общей сложности около 2000, там разные модификации. – Всего? Всего 2000? Или это много? – Ну, это и много, и мало. Ведь тут надо иметь в виду вот что. Во-первых, производство «Атакамсов», как я понимаю, прекращено. Вместо них на вооружение принимается новая система, которая также будет запускаться с «Хаймерсом», вот с этих пусковых установок, называется «Презисайз страйк миссайл». Она более дальнобойная, где-то на 450-500 километров рассчитана, более точная. Эту ракету разрабатывали уже, наверное, лет 10. Вот она то ли принята на вооружение, то ли в ближайшее время будет принята. Поэтому производство «Атакамсов», в общем, было прекращено, их не так много. Значит, сколько можно, сколько может оказаться в распоряжении Украины? Ну, наверное, где-то 100, 120, 150, может быть, вот так. Ну, и речь идет вот о нескольких сотнях максимум, потому что всего их не так много. Просто можно посмотреть, сколько, ну, вот порядок цифр я назвал где-то, там, может быть, 2, может быть, 3 тысячи, вот примерно так. Что с ними можно сделать, с их помощью? Вот это вопрос, потому что просто так расстреливать их по эффектным, но не очень важным целям, типа, там, я не знаю, штаб Черноморского флота. Конечно, можно, там, 5-6 ракет выпустить, но это очень эффектно, конечно, разрушение штаба Черноморского флота, ну, что вы сами понимаете. Но это же не прекратит работу этого штаба, потому что перейдут куда-то другие помещения под землю, не знаю куда. А вот если их использовать для разрушения ключевых логистических таких элементов, ну, там, какие-нибудь мосты важные, которые восстанавливать требуются несколько месяцев или, скажем, для, по складу с оружием, где, значит, там, большое количество вооружений и боеприпасов находится. Вот вопрос в выборе цели, это очень серьезный вопрос. Если у вас ограниченное количество таких средств, значит, их нужно использовать максимально эффективно. Ну, для... На мой взгляд, сразу возникает угроза Крымскому мосту или Керченскому мосту. А так, мы все вроде бы достаточно точные, точные ракеты, которые могут по этому мосту, могут этот мост разрушить. Что было бы, конечно, очень важно, и не только с политической, там, пропагандистской точки зрения, это понятно, но и ведь через этот мост идет значительная логистика, значительная часть снабжения русских войск к западу от Донбасса. Вот вообще, если смотреть на то, как может развиваться событие на фронте, тут важно иметь в виду, Донбасс, в Украине знают лучше меня, наверное, Донбасс имеет очень развитую и разветвленную железнодорожную сеть, исторически. Промышленный район со всеми крупными предприятиями, эти предприятия нужно связывать железнодорожным транспортом, сеть, логистическая сеть железнодорожная очень развитая, это позволяет в данный момент русским снабжать вот те группировки, которые действуют в Донецкой области. А к западу от Волновахи, скажем так, там сеть железнодорожная гораздо менее плотная. А это означает, что в случае войны, в случае войны, это уже идет, значит, снабжение идет не только, но снабжение железнодорожной снабжение по железным дорогам достаточно уязвимо, достаточно где-то какой-то ключевой момент, ключевой элемент вывести из строя, и сразу серьезные проблемы с логистикой. Вот таким элементом является, например, железнодорожный узел в Токмакеи, в Волновахи. Значит, нужно перегружать все это на все это количество техники, боеприпасов и прочего, перегружать на автомобили, это уже сложнее, автомобильный транспорт потребляет гораздо больше горючего, но, в общем, он менее удобен. Поэтому, кстати говоря, поэтому это одно из слабых мест, которые могут предотвратить наступление русской армии из-под Токмака на Запорожье, потому что снабжение гораздо сложнее организовывать, и потом оно более уязвимо, потому что вся территория простреливает до Азовского моря, она простреливается из территории Украины, территорию подконтрольной Украины. Значит, логистика уязвима, и, соответственно, шансы на успех наступления гораздо меньше. Так вот, атакмсы это хорошее средство для уничтожения логистики, для ударов по логистике. Ну, по Крымскому мосту, под Жанкою, по тому же Токмаку, по Волновахе, вот по этим ключевым элементам логистики, вот это очень хорошее средство. Таурусы почему не поставляют, потому что я так понимаю, что Шульц запугали из Москвы, сказав, что если он передаст даст команду передачу Таурусов, ну, значит, тогда у него будут крупные неприятности. Либо, значит, что-то такое ужасное придумают против Германии, либо против него лично, я тут могу только догадываться, но позиция, позиция Шульца, позиция руководства соцдемократической партии Германии, вот это главное препятствие для передачи Таурусов. Остальные политические силы Германии, ну, помимо там альтернативы для Германии, ну, это пророссийская контора, остальные, в общем, да, требуют передачи Таурусов, ну, вот, канцлер уперся. Юрий, если сравнивать Атакмс, о которых мы сейчас говорили, Таурусы и Скальпы, которые уже переданы, это ракеты одного уровня, плюс-минус, или это совершенно разные, вот, насколько они взаимозаменяемы или взаимодополняемы? Атакмс – это баллистическая ракета, это разные вооружения, по эффективности они примерно одинаковые, и та, и другая может доставить очень точно примерно полтона взрывчатки, боевая часть это примерно полтона, значит, ну, где-то там килограмм 150-200 можно доставить до цели, это серьезное, серьезное очень оружие, и очень точное, ну, у каждого есть свои плюсы, свои минусы, если бы нос одного приделать подбородку другого, да, атакмсы труднее перехватить у Таурусов, Таурусы могут лететь в маленькой высоте, значит, их трудно заметить, но в общем, но с другой стороны, если уж заметили, их может легче сбить, баллистическую ракету, ну, вот так сравнивать, ну, в общем плане, это эквивалентные по своей эффективности системы. И последний вопрос, Юрий, об F-16, мы так много говорили, еще в прошлом году, и нам казалось, вот-вот, и уже они практически будут у нас, а сейчас как-то даже вот мало об этом говорится, и, ну, хотя Дания сказала, что передаст F-16, совершенно недавно посол Дании в Украине на пресс-конференции, в интервью, или на пресс-конференции говорил о том, что передадут, это понятно, говорилось даже, что это может быть летом, но мы уже слышали об этом, но вот для чего не меняется пока F-16? Печально, что не меняется, действительно. Во-первых, речь идет о количестве. Значит, первая партия, которая вроде бы ожидается где-то в начале июня, первая партия это то ли 6, то ли 10 машин. Проблемы очевидны, есть политические, которых касаться трудно, тут можно только гадать, размышлять, всякие конспирологические версии строить. Технические проблемы, значит, они связаны с подготовкой пилотов. Раз, значит, на каждый самолет нужно иметь, ну, как минимум, два экипажа, как минимум, иначе они будут простаивать. Экипаж может работать, ну, пилот может работать там пару часов, потом его нужно, если речь идет о боевой работе, затем его нужно отдыхать и так далее. Это первое. Второе, подготовка, может быть, даже будет, значит, нужно иметь как минимум двух пилотов на самолет. Теперь еще более важное это обслуживание, то есть подготовка специалистов, которые будут обслуживать, проводить регламентные работы. Ну, вот самолет возвращается на аэродром, с ним его нужно проверить, его нужно заправить, нужно, значит, отрегулировать все, что там разрегулировалось во время полета, заменить то, заменить все. требуется, во-первых, оборудование, во-вторых, подготовленные, квалифицированные специалисты, которые могут это сделать. То есть нужно для этого, но это требуется уже не механик, автомеханик, дядя Василь, который может там кувалдой что-то делать, требуется инженеру, человек с инженерным образованием, который понимает, как все это устроено, устроено достаточно сложно. Нельзя просто взять и человек, который обслуживал, там, я не знаю, Су-29, сказали, вот теперь ты будешь работать с этим самым, с Р-16, значит, его нужно научить. Ну, вот это проблема. Оборудование нужно, всякие проверочные комплексы, ну, масса всего нужно. И, наконец, нужно их расположить, эти самолеты, так, чтобы они были минимально уязвимы для российских ракет или шахедов, для ракет. Конечно, за ними будут охотиться. Значит, нужно строить, ну, вот, я не знаю, естественно, ничего, но так могу просто предположить, что, значит, нужно строить какие-то подземные или хорошо защищенные помещения, которые могут, в которые этот самолет должен прятаться. Да, вот он прилетает на аэродром, значит, его нужно куда-то спрятать, чтобы его во время обслуживания его не уничтожили. А все это требует времени, требует усилий, требует сил и так далее. Юрий, спасибо вам огромное, спасибо, что были сегодня с нами, очень вам благодарны за это. Спасибо. Спасибо вам, что приглашаете. Спасибо. Юрий Федоров был сегодня с нами на связи, за что мы вам страшно благодарны. И, конечно, признательно вам, наш спонсор, на платформе «Екатрион». Оставайтесь с нами.